Привет, Эльдар. Организаторы запрашивают твой райдер, поэтому скажи, что надо включить. А, ну и, кстати, рада приветствовать тебя в Казахстане, в Алматы. Как ты долетел? Долетел супер. А как тебя зовут? Меня зовут Азиза. Очень приятно, Азиза. Мне сказали, что ты представитель организатора в концерт, где мы уже с ними все обсудили по телефону, и звук, и оборудование в целом. Обязательно досмотрите это видео до конца, ведь в конце видео вас ждет очень важное сообщение от меня. Да-да, безусловно, я тут не по этому поводу. Организаторы хотят сделать ваш пресс незабываемым, и приготовили вам массу сюрпризов. Смотрите, у нас с вами по графику до концерта два дня выходных. Вы с нашими организаторами поедете кататься на лыжах или сноуборде в горах. Пока мы организуем наполнение вашей гримерки перед концертом. Также по просьбе нашего директора мы хотели дать вам выбрать отель, который вам понравится. Я доверюсь твоему вкусу, Азиза, выбери сама. Ты серьезно? Окей, постараюсь тебя не разочаровать. Ух яростный президентский номер вот тут, смотри. Супер, а там есть жакузи? Да, конечно. Да супер, пусть его наполнят шампанским. Я надеюсь познакомиться в горах с какой-нибудь очаровательной девочкой и покупаться с ней там. Окей, а раз мы уже перешли к вино-карте, что еще кроме шампанского ты будешь пить? Только воды. Only water. Я завязала с бухлишком, поэтому только шампанское. И исключительно для моей королевы в джакузи. Все, давай заканчивай. Пиши, я совершенно неприхотлив в еде. Есть только пару ограничений. В гримерке должны быть свежие огурцы. Но не просто обычные, а именно тонко-тонко нарезанные, понимаешь, в чем я? Да, я записала. Что еще? Обязательно бутерброды с красной рыбой, окей? Я пойму. Если сможете достать, то моему респекту организаторам просто не будет предела. Короче, я безумно хочу свердловскую булочку. Свердловскую, окей, я записала. Ну и все дальше, все просто. Много бутылок воды и много колы в стекле. Окей, это все, Эльдар? Мне нужна живая пони, мать твою. Ты серьезно? Да-да, помнишь, как Таня, на которую я выезжала на сцену? Поняла, ну окей, а что ты с ней будешь делать? Съем. Мы же в Казахстане. А пони? Это маленькая лошадка. Вы же кушаете лошадок. Окей, конечно, поняла, но может быть это хотя бы не пони, а просто вкусно приготовленную конину? Бишпармак, там, ну или козы. Что за коза? Нет, козу я не хочу. А пони, потому что я маленький, и лошадка, которую я съем, тоже должна быть маленькая. Поняла, Азиза? Да, я обещаю, что дословно передам организаторам. Да ладно, забей, я пошутил. Ну, сдаешь. Фух, слава богу, я уже подумала, это вообще крейзи. Я пошутил. Может, не живую пони, а уже готовую. Готовую к чему? Ты молодец, Азиза. Готовую в плане вареную, или как вы там ее делаете? Пожаренную на мангале, или этот ваш там бишпармак из пони? Ах, хорошо, я поняла, передам организаторам, Альдар. Связываю, это будет такая наивная Азиза. Я шучу, прекращаю, так легко подкидываться. Молодец, спасибо тебе. Все, дальше сама разберись. Никаких пони, я люблю лошадок. Я за мир. Окей, я все передам организаторам. А вырезанные сцены этого сумасшедшего райдера я уже выложила в сторис-рилл в своем инстаграме, и их смогут посмотреть только те, кто подпишется на мой инстаграм. Ник на экране.